Добрый день, дорогие телезрители! Совсем недавно Ульяновск отмечал большую дату – 190-летие приезда Александра Сергеевича Пушкина в Симбирск, в наш край. Мы очень гордимся, что Пушкин посещал наш город дважды. И, казалось бы, на эту тему все сказано, все написано, но наши краеведы постоянно поражают нас новыми исследованиями и новыми мыслями. Так в журнале «Симбирск» в октябрьском номере опубликована интересная статья Ивана Эдуардовича Сивопляса. Сегодня он в гостях литературной гостиной, и мы услышим очень много интересного. Присоединяйтесь к нашей беседе. Итак, в литературной гостиной поэт, краевед, научный сотрудник Музея-заповедника Родины Ленина Иван Эдуардович Сивопляс, наш любимый краевед и частый автор журналов «Мономах» и «Симбирск». Иван Эдуардович, как пришла идея написать вот этот материал? Он большой по объему. И, в общем-то, сразу же, наверное, хотелось бы задать следующий вопрос. Почему Пушкин взялся за эту тему, которая, казалось бы, совсем ему не характерна? Над чем, в общем-то, немножко и посмеивались наши земляки, братья Языковы? Взялся я, как часто все мы беремся за многие темы, обстоятельства датские. Приблизилась дата, приблизился 190-летний юбилей, и, безусловно, в связи с этой датой мы всегда, как это бывает, обостряемся. Это наша работа, да, мы ищем сюжеты, мы возвращаемся к прошлому. К этому прошлому мы возвращаемся периодически, как минимум раз в пять лет. Безусловно, тема Александра Сергеевича Пушкина, размеры его личности, размеры его трудов, да, не зря говорится, что Пушкин – наше все. Он действительно очень важен, он действительно очень интересен. Он действительно интересен в контексте истории Симбирского края, потому что тема Пушкина и симбиряне – это тема огромная, тема неисчерпаемая. Тема буквально вечная, да, потому что и в лицей Пушкина сопровождал симбирянин, и в последний путь Александра Сергеевича провожал симбирянин, да. Рядом с ним были, ну, собственно, как бы его учитель, вдохновитель, по большому счету, то есть человек, на именно месте которого он тоже занял, Николай Михайлович Карамзин, личность, которая, ну, в жизни Пушкина, в его творчестве сыграла колоссальную роль, огромную роль, то есть, в общем-то… И он ценил это. И он, безусловно, ценил, да. То, что, опять-таки, я говорю, всегда интересно в Пушкине, ну, лично для меня, потому что Пушкин – это личность. Это живой человек, это человек, то есть, вот, самая главная его характеристика – это, правда, человек чести. Это человек, который умел быть благодарным, это человек, который умел делать поступки. Собственно, одним из его вот таких вот поступков – это было вот это путешествие 1833 года по местам Пугачевского бунта. Почему Пушкин засел писать книжку про Пугачевский бунт, как я понимаю, потому что, да, это была эпоха, в ту эпоху очень был востребован исторический жанр. Ну, собственно, как бы это начал Николай Михайлович Карамзин, написав свою историю государства российского, которая стала литературным бестселлером. После писались романы, после писались исторические исследования, вот, и эти романы были востребованы, эти романы исторические входили в число, как бы, главных книг, самых продаваемых книг. И Александр Сергеевич, он, с одной стороны, да, он занялся историей, причем история для него всегда была интересна, потому что, если мы возьмем главные произведения Александра Сергеевича Пушкина, это исторические произведения. Вот, поэма «Полтава», знаменитейший его Борис Годунов, вот, и последнее его произведение, которое, вот, как бы, «Капитанская дочка». Вот, написанное, то есть он его датировал 19 октября 1836 года, а уже через несколько месяцев Александр Сергеевич не стал. Вот, поэтому, безусловно, как бы, Пушкин Александр Сергеевич, который был литератором, который занимался литературным процессом, он тоже, как бы, решил, то есть чем было выгодно, опять-таки, мы знаем, что в России, в Российской империи, точнее, да, существовала жесткая цензура, вот. У Александра Сергеевича цензором был император Николай I, который, кстати говоря, к Пушкину питал особые чувства, потому что Пушкина ему рекомендовал Карамзин. Несмотря на все, да, то есть очень много, да, мы говорим. Да, в советскую эпоху совсем иначе нам эту тему представляли. Поэтому, опять-таки, Александр Сергеевич взялся за очень горячую историческую тему, потому что о Пугачёве было фактически, он был под запретом. Писать про Пугачёва, писать нечто связанное, взаимосвязанное с Пугачёвым, как мы знаем, это история, да, вот, первой пьесы, написанной комедии, Верёвкина в Симбирске, Емелька Пугачёв, которую запретила Екатерина II, которая там вышла через 10 лет уже под названием «Точь в точь», то есть Пугачёва убрали. И только в таком виде она смогла быть. И Александр Сергеевич, которого, то есть он любопытный сюжет, интересный сюжет, сюжет из отечественной истории, в то же время, как бы, истории сравнительно недавней, потому что он встречал здесь, в Симбирске, там, людей, которые, вот, были очевидцами Пугачёвского бунта, были, вот, так или иначе, с этими событиями взаимосвязаны, кто-то был детьми, кто-то был подростками, но, тем не менее, вот, и Александр Сергеевич взялся за тему, которая могла ему понести, он, собственно, как бы, сам писал об этом в письмах жене, 30 тысяч рублей. Да, он надеялся выйти из долгов. Он надеялся выйти из долгов, да, он надеялся заработать, он надеялся показать, что он, потому что, всё-таки, да, мы будем справедливы, если Александр Сергеевич, его громкая литературная слава к тому времени сильно истяк. Его теснили новые люди, его теснили, ну, многие, так сказать, скажем так, борзописцы, да, вот Фадей Булгарин, с которым он воевал всю жизнь, вот, были, эти люди, ему хотелось, опять-таки, он становился глубже. Почему это происходило? Не потому, что Александр Сергеевич, он становился глубже, а читатели, они хотят, ну, того, что хотели от него раньше, достаточно, так сказать, лёгких произведений, лёгких рифм, вот, и, в общем-то, этого не было. И вот ему показалось, что, безусловно, у меня, если я могу благодаря царю издать эту книгу, эта книга будет иметь громкий успех. И многие вещи, которые меня, соответственно, то есть я вернусь в когорту первых, не по тому значению, которое мы сейчас понимаем, да, вот первым, Буду первым, как вот, ну, среди первых, среди участников непосредственно. Ну, по крайней мере, в этой теме, да, тоже. Вот. Поэтому Александр Сергеевич взялся за эту тему. Пушкин, он был историографом. Николай I взял его на ту же должность, которую занимал до этого Карамзин. Да. Это была, опять-таки, должность, как бы, ну, государственной работы, причём, кстати говоря, хорошо оплачиваемой работы. Пушкин получал пять тысяч рублей годового жалования, а, допустим, сибирский губернатор получал три тысячи рублей годового жалования. Интересная, да, цифра. Но, да, но проблема всегда была в том, это как раз тоже об этом говорят, что Александр Сергеевич себя мыслил, ну, не только, там, мудрецом и так далее, он себя ещё мыслил светским человеком. А светский человек должен был жить на широкую ногу и обязательно жить непосредственно. То есть он вот должен был, об этом говорят, что вот были в России, да, там, Потёмкин, ещё кто-то, люди, очень богатые люди, но после того, как эти люди умирали, они не оставляли из себя ничего, кроме долгов. Примерно та же история была с Александром Сергеевичем. То есть он был человеком небедным, но он жил так, что тех средств, которые были небедные, ему, в общем-то, на эту жизнь не хватало. Поэтому, да, у него были всегда переживания, вот, поэтому в немалой степени вот он брался за какие-то темы, ему попались документы о Пугачёве, а как историограф он должен был писать историю Петра Великого. Вот. Но вот, как это обычно бывает, как это был виден творческий человек, он свернул с Петра, первого, условно говоря, на Петра Третьего, потому что Пугачёв был самозванцем, который себя выдавал за царя Петра Третьего. И вот таким вот образом мы, в конце концов, получили, с одной стороны, историю Пугачёва, которую император Николай I потребовал переименовать в историю Пугачёвского бунта. И таким образом мы получили, ну, вершину пушкинского творчества – это его повесть «Капитанская дочка». Вот таким вот образом. И вот тема, которая запретна, в общем-то, была у нас. Жарас Александрович Трофимов всегда говорил о дружбе Пушкина с Языковым, о том, что их связывали такие тёплые отношения. То есть мы никогда не поднимали тему истинных взаимоотношений с Николаем Языковым, который всё-таки относился очень скептически к творчеству. И тем не менее, вот Пушкин приезжает, а вот его позиция была совсем другая. Он видел в Языкове своего преемника и готов был отдать лавры первенства даже ему. И вот Симбирская встреча, что она из себя представляет, как вы её видите? Ну, безусловно, это были очень сложные отношения. Это были и отношения двух, не побоимся этого слова сказать, двух великих поэтов. Николай Михайлович Языков – это величина в русской литературе, величина, к сожалению, до сих пор неоценённая. Как мы знаем всегда, два творческих человека, Боливару трудно нести двоих, два творческих человека рядом – это всегда конфликт, это всегда противостояние, это всегда попытки. И вот как раз у Пушкина здесь вот открывается его человеческое качество. Потому что при том отношении, что, собственно, Николай Михайлович никогда не скрывал немножко скептического отношения к Пушкину. Но Пушкин его ценил, невероятно ценил. Пушкин считал, что он нас, так сказать, стариков заткнёт за пояс, а старики четыре года разницы. Но в то же время это разные эпохи, это разные люди, потому что Пушкин – это была фигура классической литературы, а Языков – это был человек, выражавший вот это новое течение, то же самое славяофильство и так далее. То есть это были очень непростые отношения. Но мы видим, до какой степени Александр Сергеевич ценит Николая Михайловича, что он едет в Симбирск, что он ищет этой встречи с Николаем Михайловичем, который вот, когда он приехал сюда, он здесь его не застал, и он в Симбирске тянет время, чтобы, может быть, он приедет. И потом из Оренбурга. Александр Сергеевич опять возвращается в Симбирск. При этом, я говорю, самое поразительное в этой поездке, что вот он приехал, он был во многих местах, которые были связаны непосредственно с Пугачевым, да, вот, Казань, быстренько и поехал дальше. Он даже приехал в Оренбург. Оренбург – это что? Это вот, ну, это фактически, так сказать, центр всего восстания, то есть, ну, как бы, поражение восстания, фактически, потому что затянувшаяся осада Оренбурга, который занимался Пугачев, более полугода, она, в общем-то, в конце концов, и привела его к краху, потому что, вот. Ну, и оттуда он быстро едет, он быстро едет, он приезжает сюда, сюда он едет, он, наконец, застает Николая Михайловича среди всех его братьев в Симбирске. Вот. Многие говорят, что, собственно, как бы расчет был Пушкина, потому что Пушкин знал, что у Языкова Николай Михайлович где-то с ним делился. Есть история осада Оренбурга Петра Ивановича Рачкова, замечательного русского общественного деятеля, историка, мемуариста 18 века. Причем та история, которая была получена, вот, она очень долгое время, до революции, она мало того, что печаталась как, вот, дополнительный том к истории Пугачева, она печаталась как отдельный том собрания сочинений Пушкина. Вот, просто, вот, одно из первых, как раз, по-моему, посмертное, вот, там, вот, там, вот, собрание сочинений Пушкина, вот, идет, идет, то, по-моему, шестой том, как раз открываешь, и там история, безусловно, мы понимаем, что он занимался редактурой этого сочинения, то есть оно, наверное, было, вот, это действительно Пушкин приложил к этому руку. И вот этот том был он получен у братьев Языковых, они ему передали, как раз, вот, в Языково, когда он еще приезжал первый раз, когда он не застал Николая Михайловича, когда он познакомился с Петром Михайловичем, вот. Но они язвили по этому поводу, что вот самый ценный материал достался Пушкин от них. Конечно, конечно, они по этому поводу язвили, они по этому поводу немножко переживали, но, опять-таки, собственно, как бы мы понимаем, что, может быть, если бы, можно было бы сказать, ну, беритесь и делайте, вот. То есть за тему Пугачева взялся Александр Сергеевич. Те или иные документы он начал собирать Александр Сергеевич. То, что Пушкин был фактически первым серьезным историографом Пугачева, признавали фактически все. То есть это человек, который ввел в оборот многие документы, это человек, который имел свою точку зрения по этому вопросу. Вот. Понятное дело, как бы, всегда мы, мы, любой автор, мы это прекрасно с вами знаем, тоже он, открыв первое, да, обнаруживает опечатки сразу. Вот. Это всегда бывает. Поэтому, ну, то, что первый блин, разумеется, бывает комом. Вот. Но при всем при том, опять-таки, мы тоже и братьям Языковым говорим честь и хвалу, они этот том передали, они этот, с Пушкина не требовали, я не знаю, чего-то, гонораров, условно говоря, и так далее. То есть это было, мы видим вот это вот как раз в немалой степени широту отношений и со стороны Языковых. Мы всегда знаем, очень часто, да, Языковым собирали там фольклор, то есть это люди были тоже в науку включены. Мы знаем, до какой степени бывают люди, историки, держатся за свои какие-то научные открытия. А вот так вот взять и отдать, и ты понимаешь, что ты отдаешь, и это будет связано с кем-то, это вот войдет в собрание сочинений Пушкина, а не в собрание сочинений Николая Языкова, это, мне кажется, всегда поступок, и это замечательный поступок, собственно, который нам в том числе как раз вот эти взаимоотношения дают. Да, они были непростые, но в том и ценность этих отношений, что они были. Да, и все-таки встреча получилась теплой очень, не зря он так стремился, Пушкин, и хотел увидеть, конечно, хотел увидеть, и то счастье 25-го года, когда они с Николаем Михайловичем вместе в Михайловском провели лето, это желание вернуть то счастье молодости. Ну да, но с одной стороны это счастье молодости, с другой стороны, опять-таки, для Пушкина тоже, что было как бы в тот период времени важно для Пушкина, потому что он тоже ценил, что Николай Языков, хотя у него были, понятное дело, проблемы со здоровьем, он бросил столичную жизнь, и он перебрался вот в Сибирскую губернию, да. То есть, некоторым образом, вот то, чего хотелось во многом и Пушкину, потому что Пушкин понимал, что тот образ жизни, столичный образ жизни, который он вел, он его в немалой степени, так сказать, подрывает, но сделать над собой этот шаг, он его так до конца этого самого жизни не смог. Вот Лермонтов, да, погиб поэт, невольник чести. То есть, если бы, опять-таки, об этом мы много говорим, если бы Пушкин уехал, если бы Пушкин жил где-то в Болдино, в Михайловском, возможно, многих, и Александр Сергеевич еще, да. И оставил другое бы наследие. Безусловно, безусловно. Ну, тут еще, конечно, положение Натальи Николаевны образовало. И положение Натальи Николаевны, и, опять-таки, положение самого Александра Сергеевича. Потому что в тех условиях литературный процесс, а он занимался именно литературным процессом, то есть его журнал «Современник» и так далее, это были вещи, которыми в той ситуации, вот заниматься в провинции, где-то в глуши и так далее, было практически невозможно в силу, опять-таки, существующих. Потому что вся система, она была, с одной стороны, связана с цензурой, а цензурные комитеты находились в Москве, в Петербурге, в университетских городах. С другой стороны, это, опять-таки, система той же самой полиграфии, типографии. Вот я занимался в свое время. То есть это тоже было для того, чтобы получить разрешение на открытие типографии, это было только на уровне министра внутренних дел, вопрос решаемый. Поэтому этот вопрос решался только в Москве и Петербурге. Поэтому если бы у Александра Сергеевича, то есть он, издавать свои произведения, то есть он должен был, то есть он понимал, что если бы он где-то жил, то есть он должен был бы опять ехать в Москву, ехать в Петербург, вот. А ездить в те времена, вот, кстати говоря, было занятием, действительно, что тоже для меня было непростым, недешевым, это вот было, то есть это не просто так, как в наше время, просто захотел, сел и поехал. Нужно было выписывать подорожную. Это вам не цифра. Да, 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 да. Нужно было платить прогоны за каждую лошадь 8 копеек сверсты. И эта дорога была очень недешевой для него, ведь, да? Дорога была для него очень недешевой. И опять-таки вот мы подходим тоже к загадке этой дороги. Почему Пушкин решается на это путешествие? Почему Пушкин в эту дорогу едет? Причем для того, чтобы поехать в эту дорогу, он взял, как бы, академический отпуск. То есть он не ехал в эту дорогу, как в командировку в правительстве. Эту дорогу он оплачивал из собственных средств. Да, понятное дело, он вот хотел на этом деле заработать. Но, с другой стороны, опять-таки, мы тоже понимаем, что это было последнее большое путешествие Пушкин. Вот, то есть вот некий, то есть человек некий вот свой итог жизненный, как кажется, определенным образом подводил. Человек, опять-таки, встречался с теми людьми, с которыми он, ну, в тот период времени, многих из которых он видел вот последний раз в своей жизни, вот. Это такое оно вот по сути своей, как бы, очень глубокое. Вот та же самая, вот, как у Николая Васильевича Гоголя, да, птица-тройка, вот это вот такое же тоже... Пушкинская птица-тройка, да? Да, 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 да. И недаром Симбирская губерния у него присутствует в Капитанской дочке, да? В Капитанской дочке, более того, как бы, вот сейчас, как тоже выяснилось, что, собственно, вот деревня Петруша Горенева родная, под этой деревней Пушкин воспел языков. Там прямо у него, например, прямая, что находилась там в 20, по-моему, верстах от уездного города, как Языкова находилась в 20 верстах от уездного города Корсу. Вот, то есть это он прямо, да. То есть там у него многие люди, с которыми он встречался, многие ситуации, с которыми он встречался, там, допустим, что у Петруша Горенева родственники, вот, были на фамилию Ю, у него бабушка или кто-то, ну, на Ю очень мало дворян, но вот в Синдзирской губернии были дворяне Юрловы, с которыми он как раз тоже во время своей поездки встречался, вот. Хотя многие грешили, что Владимир Петрович Юрлов, наш замечательный тоже краевед, замечательный собиратель фольклора и так далее, мог быть, немножко, как бы, вспоминал то, что не со мной, он, по-моему, 30-го года рождения, Пушкин перерывал в 33-м, то есть трёхлетний мальчик, ну, едва ли бы запомнил очень яркие подробности, но, тем не менее, значит, в семье-то всё равно что-то пересказывали, и что-то у него в голове осталось, то есть это не просто так. Конечно. Недаром Сергей Борисович Петров всегда мечтал, чтобы здесь что-то было связано с Петрушей Гринёвым, чтобы какие-то у нас или музеи, или, там, столб, ну, напоминания были, или ресторанчик, он уговаривал рестораторов, чтобы открыть такой ресторанчик. Ну, я думаю, что всё, как бы, жизнь, она продолжается, и мы ещё не знаем, что в этой жизни будет, как, какие пути ещё будут, вот, потому что история, она всегда богата на сюжеты и на неожиданный сюжет. И нам нужно всегда помнить, что, действительно, капитанская дочка, как вы сказали, шедевр пушкинский, это наша, симбирская тема. И мы не просто должны гордиться, мы должны и туристический бизнес строить на этом. Ну, опять-таки, как бы, безусловно, мы видим, что, вот тут, опять-таки, к теме Пушкина-Языкова, да, Николай Михайлович, наверное, в своё время тоже, будучи пророком, провидцем, провидел, что он его, вот, как бы, так сказать, будет восприниматься потомством, то есть, как некий поэт Пушкинской плеяды, как некий сопроводитель, потому что, опять-таки, мы видим, что Языкова, ну, у нас Пушкинский праздник. Вот. У нас, то есть, надо помнить и о своих людях, о Николае Михайловиче. Я думаю, что, безусловно, это рано или поздно будет востребовано. Ну, опять-таки, пытались востребовать. Ещё же наш замечательный королевец Александр Николаевич Блокинцев в 60-х годах, организуя этот праздник, он о чём думал? Он явно думал о возрождении. И тогда этот праздник был маленький, незаметный, не массовый, а сейчас он вырос до масштаба всероссийского. Конечно, конечно. Но в тот период времени, опять-таки, он думал о чём? Наверное, о восстановлении усадьбы, о том, чтобы эту усадьбу, с одной стороны, сделать, ну, не просто центром. Везде мы видим, где есть туристический бизнес, есть определённое количество центров притяжения. Казань, Свиярск, Раивский монастырь и так далее. То есть у нас пока, кроме Ленина, таких вот явно выраженных мест нет. Блокинцев, будучи, он, помимо того, что он был замечательный коровец, он уже занимался туристическим бизнесом, был первым директором, да, или начальником, или заведующим городским туристическим бюро. И уже человек в тот период времени понимал и чувствовал вот эту, да. Усадьба должна быть восстановлена. Что нам нужны ещё, но для того, чтобы люди приехали, и для того, чтобы люди несколько дней здесь провели, им нужно несколько объектов. То есть, когда восстановлена усадьба, то есть очень же многие усадьбы, это же не то, что те же лермонтовские тарханы, они же не стояли вот со времён Лермонтов. Ну и наш парк языковский ничем не хуже болдинского. А потом речь. Об этом понимал Блохинцев. Но опять-таки, я говорю, как бы мы понимаем, что к 70-му году все средства, выделяемые Ульяновской области, на что-то, они ушли в... В Ленина. В Ленина, да. И просить после Ленина на что-то ещё, ну, наверное, было как бы, приводило людей, которые сидели в Москве в состоянии шок, потому что, ну, мы вам и так дали. Вот. И с другой стороны, на фоне Ленина вы нас о Пушкине или о ком-то там просите. Но это, в общем-то, в тот период времени. Но я думаю, что всё, опять-таки, всё ещё будет... Постребовано. Да, да, да. Мы... Очнутся наши чиновники, поработают наши краеведы. И вам огромное спасибо, что вы поднимаете эту тему. И я хочу напомнить телезрителям, что материалы, опубликованные в пятом номере журнала «Симбирск» за этот год, очень интересные. И вы там свежий взгляд на Пушкина отразили и действительно преподнесли нам живого Пушкина. Это необычайно интересно. А в журнале «Мономах» будет опубликован материал, ну, собственно, не выборка из этой книги, а отдельная статья. Её подготовила Мария Александровна Качарина. Здесь тоже совершенно необычный подход на приезд Пушкина в «Симбирск». Ну, вы, наверное, в курсе, да, что она придерживается гипотезы другого обратного пути Александра Сергеевича Пушкина. Но чем очень ценен материал, который вот тоже в пятом номере журнала «Мономах» выйдет, потому что там вот мы опять же видим Пушкина в окружении современников, в окружении огромного числа родственников, связанных с «Симбирским краем». И когда вот всё это вместе ты воспринимаешь, ты понимаешь, что, ну, конечно же, Пушкин – это наш, и мы действительно должны сделать всё, чтобы увековечить этот приезд и поднять нашу садьбу языковскую. Нет, безусловно, я говорю, любая точка зрения, я когда писал, это не есть утверждение последней инстанции, да, потому что как бы в своё время Марина Цветаева вот замечательно, да, сформулировала «мой Пушкин». «Мой Пушкин», да. «Мой Пушкин», он разнообразен, вот, он для кого-то, вот, то есть его присутствие, и опять-таки, то есть мы, я говорю, проблема же тоже в том, что нету многих объектов с Александром Сергеевичем взаимосвязанных, нету многих вещей, которые не так или иначе, к сожалению, были утрачены или изменились и так далее, но дух, он жив, и дух, он присутствует, вот, и дух, он всегда, как бы, дышит где хочет, то есть он может быть, он проявляет себя не в конкретных местах и так далее, вот. Это, кстати говоря, тоже с той же точки зрения, многие люди говорили, что, допустим, где-то путешествуя по Европе, они видели там, да, где-то стоят, что здесь могла бы проходить такая-то дорога, могла бы проходить, а могла бы не проходить, но людей это привлекает, мест, потому что оно, вот, и, соответственно, вот, как бы, дополнительным. Есть, где-то висят на зданиях таблички, что в этом доме жил литературный герой такого-то произведения, вот. Мы понимаем, что этого человека, ну, не существовало, да. Это есть, кстати, в Петербурге, вот там дом старухи-проценщицы, на котором висит замечательная доска и так далее. То есть это вот, это живо. И это, да, и это само собой, потому что, опять-таки, ну... И нам это надо. Конечно. Нам это надо обязательно. Ну что ж, спасибо вам огромное, дорогие телезрители. И читайте октябрьские выпуски журналов «Симбирск» и «Мономах». Оставайтесь с Пушкиным, погружайтесь в него как можно глубже и создавайте своего Пушкина. Мой Пушкин. Эти сентябрьские дни мы часто повторяем. Мой Пушкин. У каждого он свой. Большое спасибо за внимание. Всего самого доброго. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok